всем привет и на обзоре очередная программа для резервного копирования под названием shampo backup pro 15 версии также эта программа предназначена для windows компьютеров и давайте приступим к установке shampo backup pro 15 версии это версия 21 года также у них есть именно backup 2021 она стоит дешевле примерно 10 долларов но у нее немножко урезанный урезанные возможности и так с официального сайта можно скачать бесплатную версию она помню 10 дней действительно потом нужно покупать стоит 25 долларов но это лицензия на один год вы можете даже использовать ее и дальше определенную версию но она не будет обновляться в двадцать втором году то есть на это стоит обратить внимание здесь также есть описание что она может и так далее очень стандартный маркетинг чтобы продать программу и так эту программу я уже установил она сразу ставит саму программу и ставит еще специальные предложения предложений которые делает фирма но лишь бы что-то продать так же как обычно в трое у вас будет значок эта программа и давайте запустим ее вода при запуске пока что 10 дней пробный период сразу же купить 8 все сделано для того чтобы ее сразу же и купили итак основном меню здесь мы будем видеть созданы наши планы для резервного копирования меню немножечко по значкам непонятно как вы наводите сюда мышкой то все становится ясно и понятно обзор это общее что будет сделано планы где будут задаваться планы резервного копирования для восстановления понятно все просмотр резервных копий отчеты то есть локи проверка дисков могу сказать сразу это длится вольки долго система аварийной загрузки это создание вот этой флешки для загрузки параметры изменить язык кстати очень хорошо что языков конечно здесь очень много также есть русский что очень удобно и вот тоже купить лицензию ввести всякое такое но нас интересует бк поэтому идем в обзор либо сразу планы резервного копирования что хочу заметить что нету синхронизации но вот в меню ничего здесь не указано создаем планы резервного копирования и так что хорошо в этой программе то что у нас есть огромный просто выбор чем мы хотим работать что для меня еще было интересно что мы можем сразу подключить nextcloud он клауд сервисы или сервер веб дав на что как бы довольно таки удобно кто использует дома эти вот системы но мы будем все хранить на локальном или сетевом диске в моем случае это локальный диск также если вы флешку подключить тоже выбираете этот пункт выбираем нажимаем далее дальше мы выбираем диск для резервной копии вот сюда мы им сохранять наши бэкапы на диск c нажимаем далее далее нам нужно создать как бы имя да ну это у нас будет тест 1 можно импортировать у нас ничего нет до этого нажимаем далее дальше нам предлагает сделать шаблон то есть этот шедюл или когда наши резервной копии должны будут создаваться здесь как видим уже предлагать несколько вариантов ежедневное резервное копирование всех внутренних дисков также второй вариант это ежедневная копия папки документы и мы выберем конечно ничего из этого мы сделаем все сами нажимаем далее нам говорит хотите создавать целые копии целых дисков и либо отдельные файлы папки тоже написано преимущества и недостатки того или иного до диски хорошо можно установить целую систему то есть будут создаваться здесь образы системы это хорошо если вы там допустим диск c на котором стоит система и программы его можно делать полностью образ но мы будем делать файлы и папки нажимаем далее формат резервной копии эффективнее доступнее здесь стоит обратить внимание что файлы в резервной копии доступны только только через программу резервного копирования вот вот эти вот интересные вещи что если мы выберем этот вариант то будет создаваться образы файлов и мы не сможем к ним достучаться без этой программы а вот доступнее мы сможем в любой момент любого компьютера достучаться к нашим файлам вот это вот очень интересный пункт нажимаем далее теперь нам нужно выбрать что нам нужно конкретно сохранять здесь вот стандартные папки интернет почта она все распознать где по стандарту хранятся эти файлы можем сразу отметить галочками что мы хотим делать backup и чего именно файлы по типу она будет искать вот но мы выберем файлы и папки вручную нажимаем добавить папку нажимаем обзор в документах вот папочка for backup выбираем эту папку окей нажимаем далее сжатие файлов не сжимать данные либо сжимать они будут в тип файла то есть в архивах ну будем не сжимать файлы шифровать или нет не будем шифровать но хорошо что такая функция есть когда же нужно создать план резервное копирование расписанием без автоматизма запуска ежедневно какое-то время еженедельное и расширенное здесь можно указать точно допустим вы хотите каждый вторник там добавлять вот я не за там ежедневно день недели понедельник там в среду в какое-то время размер шага вот здесь описано что такое шаг то есть сколько раз нужно пропускать потом делать и так далее но мы будем выберем стандарт так здесь говорит когда запустить ну мы сделаем при следующем возможности нажимаем далее даже можно сказать что нужно делать с энергией с компьютером по завершении мы ничего не будем здесь менять нажмем далее отчеты как мы хотим получать отчеты сделаем обычная сводка и ошибки можно указать автоматически отправлять отчеты по электронной почте нужно будет настройка создать указать вашу электронную почту куда мы хотим это отправлять нажимаем далее сколько мы хотим хранить старых версий сохранять старые версии хотя бы 30 дней то есть один месяц пускай будет так вот сводка что мы настроили нажимаем завершить фух мы сделали первый план на мой взгляд очень много нужно этих менюшек очень много выбирать чего-то здесь обычному человеку можно и запутаться что от него именно хотят ну почему у нас план есть уже план резервного копирования вот он отображается здесь и чем мы можем сделать мы можем этого сразу запустить еще не завершено в этом меню можно сделать настройки изменить настрой которые мы до этого приняли и так далее ну давайте мы запустим вот запустилась и так наконец-то завершилась довольно таки долго делалось пэкап давайте посмотрим что у нас получилось обзор вот у нас план резинка 1 1 все нормально проблем нету хорошо давайте посмотрим какие файлы у нас получились вот а еще от января такая штука что всего у нас 10 гигабайт и 10 гигабайт было скопировано потому что в оригинальном формате это все было без сжатия то есть мы видим что вот наш тест 0.1 имя нашего бэкапа и что у нас здесь есть у нас есть дата вот здесь находятся наши файлы вот вот эти файлы не сохранились то есть видите он сохраняет полностью весь путь где находятся файлы что упрощает как бы поиск ваших файлов если вы получили ваш внешний жесткий диск другому компьютеру и оттуда пытаетесь достать эти файлы хорошо давайте посмотрим следующее давайте сделаем фильтры план резервное копирование действие изменить план вот в исключениях также нам есть уже предустановленные варианты нам предлагает включить расширение файла вот то что нам нужно нам не нужно звездочка .dat опять-таки исключаем эти файлы нажимаем окей не может содержать следующие стимулы хорошо в нашем случае .dat окей нажимаем далее опять нужно все поглацать то есть все настройки которые у нас были до этого это все нам нужно нажимать далее 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 завершить до подтвердить нет давайте начнем резервное копирование то есть в этой вот папке вот которая у меня снизу мы посмотрим что у нас получится идет подготовка это опять-таки займет на некоторое время так это завершилось как видим к нашим файлам добавилась дата когда это было создано то есть копия и дата хорошо давайте теперь попробуем удалить файлы и их восстановить документы удаляем вот эти вот файлы и переходим в восстановление нажимаем далее дальше нам предлагает выбрать дату шалка что нет выбора такое менюшка чтобы выбрать какие возможные есть варианты так и вот видим у нас только текстовые файлы есть и вот предыдущее время которое мы делали полный бэкап без фильтра как видим здесь все файлы уже есть нажимаем далее здесь оно говорит что восстановить файлы нужно в другое место то есть оно не указывает сразу же автоматически куда оно будет восстанавливать но если мы сделаем полностью также ну что ж ж жаль конечно придется выбирать вручную сюда мы будем восстанавливать нажимаем далее нажимаем восстановить идет восстановление восстановление завершено как по мне довольно таки медленно учитывая то что оба виртуальных диска находятся на ssd посмотрим отчеты это по выполнению наших бэкапов так и что у нас здесь в папке где наши вот восстановлена появился папка что восстановлена то есть здесь конечно в этом месте не очень удобно то что нужно переносить потом файлы в в директорию где куда вы хотите именно изначально восстановить файлы давайте подведем итоги итак программа делает свои задачи в принципе все хорошо в принципе все хорошо минусами на мой взгляд является очень долгая настройка у нас сколько там окон есть окон где нужно сделать свои настройки это не очень удобно также нету синхронизации для многих этот пункт будет важный плюсом является то что мы можем сохранять файлы резервной копии в оригинальном формате и сразу же с нашей резервной копии их вытаскивать я считаю это большим плюсом ну и давайте сравним эту программу с другими программами для резервного копирования итак преимущество стоимость программы всего 30 долларов минус в том что это обновление на один год всего лишь операционной системы только windows русский присутствует интерфейсы настройки на среднем уровне на мой взгляд современно но настройки не так все просто объяснено типы резервного копирования все возможные резервный копирование дисков и разделов присутствует синхронизация к сожалению ее нет фильтр файлов также легко настраивается и присутствует формат резервной копии это что очень интересно это можно в образы забрасывать то есть в файлы самой программы либо в оригинальном формате можно сохранять файлы это большой плюс место хранения практически все возможно что на данный момент есть загрузочный диск также можно его создать что нужно как бы сделать простота ну в принципе просто но пойдет дополнительные функции и по сравнению с другими программами их действительно мало все нужно будет покупать вот такой получился обзор на эту программу всем спасибо за внимание до новых видео всем пока 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 пока